Всем привет ребят, с вами Скорп и сегодня снова поговорим о прострелах, покажу, поделюсь тем, чем я пользуюсь на карте Вествуд. Я уверен, что смогу вас удивить, так что советую досмотреть до конца, уверен, что-то для себя вы точно подчеркнете. В этот раз мы начнем, пожалуй, с самого интересного, а именно, как снять АВПшника, который спрятался у себя на респе на козырьке. Я, конечно, тут не убил КТшника, так как он убежал, но прострел очень даже рабочий и легко повторяемый. Далее идет прострел, который я люблю делать за КТ сторону, но если вам попадется умный террорист, он вас может прострелить и в обратку, так что будьте осторожны. Бывают такие ситуации, когда сядут в этом проходе и ждут вас. Выйти довольно проблематично, согласен. Ну и сейчас я вам покажу, как можно выйти из этой ситуации победителем. Думаю, лучшего комментария здесь не придумаешь. Дальше мы проверяем вот эту нычку, если не убиваем, то залазим вот сюда, и тут уже мы точно ложим всех, кто сидит внутри. В следующем простреле нам хорошо помогает граната, качественно и эффективно. После можно постоять тут попростреливать, а также этот прострел можно выполнить из крыши. За Т сторону есть тоже небольшой лайфхак. Смотрим, запоминаем, возможно, когда-нибудь и пригодится. А вот этот прострел уже заставит быстрые ножки задуматься, снять сапоги с карохода или же умереть. Следующим моментом хочу вам напомнить, что не стоит бегать за врагом, когда его можно просто прострелить. Также подобный прострел работает и с другой стороны, особенно если играть за терров, и чтобы не бояться сидящего КТ в углу, его можно просто прострелить. Дальше идет прострел уже со стороны КТ, эффективный и часто используемый на любой дистанции. Со стороны терров это также эффективно работает. Еще одна очередная вишенка на торте. Очень плохо придется тем, кто сидит в данном квадрате. Если у вас очень быстрые ножки, вы можете смело пользоваться этим прострелом. Еще один прострел, который остановит раш КТ и заставит задуматься, а стоит ли вообще рисковать. Дальше опять же напоминаю, зачем бегать, если можно прострелить. Следующий прострел не буду комментировать, просто смотрите, запоминайте. Этот прострел вы уже видели, просто смена позиции. А вот этот прострел точно заставит усомниться товарищей администраторов. Есть любители посидеть тут, поэтому зачем рисковать, если можно просто прострелить. Этот момент прекрасно демонстрирует то, что опыт всегда выигрывает. Вы можете плохо стрелять, но хорошо знать прострелы. И победит тот, кто владеет информацией. Дерзить, конечно, не надо, как я тут. Этот прострел лучше использовать из более укрытого места. Вот примерно так выглядит то, чем я пользуюсь на карте Вествуд. Уж все банальные показывать не стал, думаю, и так понятно, что где. Но основу я вам заложил, а вы уж там сами думаете, стоит собирать баны каждую неделю. Или же нет.